Ее запомнят такой, неизменно полный юношеского задора, энергии и оптимизма, и в то же время предельно серьезный, когда она говорила о патриотизме, о родине, о чести и исторической памяти. Галина Павловна Брокбельцова – настоящая легенда, последняя в мире женщина-штурман пикирующего бомбардировщика. И вот ее больше нет. Всего полгода не дожила до столетнего юбилея. Галина Брокбельцова родилась 12 февраля 1925 года. Гали Брокбельцова было всего 16, когда началась война. Девушка добровольно отправилась в военкомат. Галину направили в Московское авиационное училище связи, учиться на синоптика-метеоролога. А потом стали набирать пополнение в 125-й гвардейский бомбардировочный Борисовский орденов Суворова и Кутузова авиаполк, созданный другой легендарной летчицей Мариной Росковой. Нужно 10 добровольцев, готовых переучиться на летчиков-наблюдателей, штурманов П-2. Кто готов поехать в центр, переучиться и оттуда на фронт поднимить руки? Подняли руки самые отчаянные, неугомонные, отличники. На легендарной пешке или пешечке, пикирующем бомбардировщике П-2, Галина Брокбельцова в качестве штурмана экипажа совершила 36 боевых вылетов. Дневные ведьмы или дневные фурии, как их называли, наводили ужас на врага. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, она награждена орденами Отечественной войны 1-2 степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. Война познакомила Галину с молодым командиром Георгием Бельцовым, будущим мужем, с которым они прожили 60 лет и вырастили троих детей. После войны Галина Павловна окончила исторический факультет МГУ, защитила диссертацию, преподавала в ведущих вузах страны и даже была агентом советской контрразведки. Более 30 лет Галина Брок-Бельцова прожила в микрорайоне Чкаловский, который стал ей по-настоящему родным. Неравнодушный человек с активной гражданской позицией, она писала книги, посвященные авиационному братству, которому сама была верна всю жизнь. Галина Павловна являлась почетным вице-президентом Союза женщин летных специальностей авиатриса. При испытаниях известный парашютист скажет или нет, не знаю, но известный летчик скажет, плохая погода – это способность и желание каждого летчика получить высший класс разрешения летать в любых условиях днем и ночью. Легендарная летчица выступала на телевидении, проводила десятки встреч с подрастающим поколением, с молодыми военными, с участниками СВО. Она гоняла на раритетной «Волге» с эскортом байкеров по Чкаловскому, подпевала на концертах для ветеранов, которые артисты устраивали прямо во дворе ее дома. Она общалась с президентом на параде в День Победы, принимала у себя в гостях главу округа и губернатора Подмосковья. Граффити с ее портретом неподалеку от дома, где она жила. А вот одна из последних съемок в ее 99-й день рождения. И говорят, не зарекаются, а я зарекаюсь, что буду жить для того, чтобы творить, помогать и свой посильный вклад вносить в великое дело превосходной страны. Она была примером не только мужества и фронтового героизма, но и женской красоты, несмотря на возраст. Всегда опрятная, нарядная, элегантная. Галина Павловна Брокбельцова говорила, что секрет ее прекрасной формы в востребованности. Пока ты нужен, пока тебя звонят, приглашают на встречи, необходимо быть в форме. И так было. До последнего дня. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.